друзья мой привет только встала делаю завтрак у меня сегодня гречка буду варить сейчас гречку и кусочек тыквы туда положим девочки вчерашнее видео пересадка дикого кота возымел резонанс вы мне все отписались так это я делаю прибавляю вы мне все написали комментарии спасибо поддержал кто-то порвал девочки классные ведро ну чего мне нравится мультяшная тематической меня теперь кот казак понимаете насчет того что я не расплела корни девочки это я делаю авокадо вожу на хлебушек и кусочек этом еще осталось рыбки красной это моё ежедневное такое знаете трапеза такая бутерброд с авокадо с кусочком маленьким рыбки девочки не расплела корни потому что посчитала ненужным его тревожить мало того что я их туда ну я не сильно там не хрустела я там прям сильно имеет я так сказала что я хрустела я аккуратно его поставила перевалила короче насчет фотосинтеза девчонки я вам так скажу у меня лично вот за свои условия я не переживаю почему дам лимоша подсказывает потому что у меня солнечная сторона кот стоит на солнечной стороне на него просто его притеняю и не только код и там у меня были до орхидеи посажены вообще в темно-фиолетовый кашпо которые от времени там за два года прямо так пластик развалился и даже внутри этих кашпо в темных прекрасно росли корни это все узнаете не ну кто любит наблюдать орхидея может жить если у нее корень куда-то спрятался я вот недавно вам рассказывала сняла рапан у меня на орхидеи по моему на везувии я подперла листики рапан с моря наши с пляжа и корень сам залез вот во все вот эти вот пустоты вовнутрь представляете это вообще ему там было так хорошо а я не знала что там корни я дернула и корни оборвала вот так так что они сами прячутся в разные расщелины и не их не стремятся вот если листья стремятся к свету то корни идут вовнутрь понимаете ну и к стенкам горшка тоже выходят да есть такое не спорю ну конечно будет мне тяжелее поливать но я буду аккуратно насчет комментариев я почитала всем поставила сердечки девочки один комментарий я удалила но там прошлись очень не показалось что как-то вот мне не понравился этот комментарий это отдалил короче потом думать что я его удалил это такое еще будет много писать ничего страшного с котом все в порядке мы вчера с котом сели пить чай я его поставила слушай давай попьем чаю давай поговорим тебе что плохо живется он молчит а молчание знак согласия у него все в порядке девочки в любом случае спасибо за комментарии спасибо за то что потратили время на просмотр видео что-то я уже два бутерброда сделала мы не едят совокады придется делать два и съедать они маленькие в общем короче говоря уход за орхидеями такая непредсказуемая бывает иногда ситуации что другой раз планируешь одно получается другой девочки я всегда стараюсь вот этот ком который сформировала орхидеи из корней не трогать зачем зачем вот это лишнее время потраченное силой орхидеи на достатку это ни к чему поливайте аккуратненько там же я сделала вы видели дырочки паяльником и вода вообще шурует проливается и там кстати кто-то мне написал что в керамзите у нее сгнили корни она опять нахерачила туда керамзита девочки я керамзит положила в нижний уровень вот вниз самый корни пока туда дорастут это чисто по привычке можно было не ложить а вот этот вот на керамзите слой кокосового волокна кстати спрашивали как-то писали тоже под одним из видео насчет кокосового волокна что типа кокосовое волокно никто не не может нормально рассказать какое оно дает пользу там вред ну вред потому что она накапливает все вот эти вот удобрялки все вот эти нитраты накапливает его надо промывать но если у вас есть дренажное отверстие кокосовое волокно уже в посадке вы можете когда душуете летом в жару там ну когда у вас благоприятные для душевания условия вы можете проливать и она будет промываться но она аэрирует она делает посадку аэрируемой и корни с удовольствием врастает кокосовое волокно они хотят этого воздуха и они да они туда врастают с удовольствием поэтому я и положила кто не заметил слой кокосового волокна в той посадке было процентов 70 керамзита и всего лишь процентов 30 было коры и у меня очень жарко и я уверена что у меня корни сгнили от того что они не сгнили от того что они высохли вот так я не умею в керамзите поливать понимаете и у меня постоянно корневая в керамзите девочки пересыхает пересыхает быстро он гораздо быстрее остальных видов субстрата пересыхает керамзит там надо фитилёк продеть вот кто умеет я знаю девочки молодцы они там фитилёк продевают но они приспособились ко всему надо приспособиться так что не переживайте все нормально я надеюсь у кот я так смотрю нормально он нормально все будет у него хорошо он нас с вами порадует я надеюсь цветением возможно в этот раз так как он в этом сезоне сгноил процентов 30-40 своих корней но сейчас наращивает новые и они у него были сверху то он не будет цвести вот такими шапками охапками цветов как он цвет прошлом сезоне цветения ничего это не страшно в общем так друзья мы а сейчас я вас приглашаю посмотреть на мои хуечки потому что они меня радуют тем что они наконец-то зашевелились приятного просмотра друзья не болейте будьте счастливы мирного неба такое видели вы видели такое трое зорца ну наконец-то наконец-то лед тронулся наконец-то друзья мы неужели как долго я тебя ждала здесь две точки роста так здесь что наконец-то о господи я уж думала вы тут померли уже нет дело к зиме ахуи решили проснуться все лето жарко ему рыжили меня и наконец-то решили проснуться наверное не любят жару девочки да ребят кто любит жару никто не любит жару вот они тоже жару не любят сейчас покажу вам еще две красотки которые вы меня которые меня вообще обрадовали но заодно покажу это стоит листики растит кранхиняна black leaves как-то я думала она быстрее пойдет но пока тишина вот появляется зелень на листиках значит растет крутись и как-то вот как-то вот крутись и особо расти не спешит показала вам кранхиняну и говорю про крутись и вот крутись и кстати у меня вторая веточка засохшая дала корешок я ее посадила в отдельный стаканчик пыталась к этой веточки подсадить но ничего из этого не вышло думаю сейчас только корни там сломаю той которая растет видите сколько она оживила почечек не знаю что из них будет но посмотрим и вот красавица silver splash эскимо это у меня уже девочки выросли листики с ума сойти пришла вот с такой заливкой полностью но у меня вот тут вот зеленью немножечко а мне так и даже больше нравится когда вот зеленца проглядывает так сейчас вам покажу там две еще красотки которые меня порадовали на которых я даже не надеялась так я вот в первый ряд к окошку ставлю эти которые плохо развиваются те которые уже растут они вот во втором ряду стоят думаю на моем южном окне всем солнышко хватит у матильды впрочем все в порядке вот идет вот такой вот усик лозой назвать это как-то слишком и триколор вырастила у меня вот такой красивый лист видите это мой сплэш ребят так показываю вам что происходит вот эта красотка ожила и вот такой листик мне дает и я уже вижу сплэш это кто это обовато до обовато варегата и вот я вижу уже не сплэша варегатность их что я лично путаю сплэш и варегатность видите какой симпатичный с таким вот малиновым цветом листик и по-моему тут еще один маленький идет так и посмотрите на мою лизу лиза что творит думала пересадить девчонки но пока не трогаю пускай нарастит корешков в общем классно классно мне так нравится такие у лизы новые листочки я же это первый раз и вижу лишь понимаете для меня это все в новинку в общем вот так вот мои ходечки подрастают радуют эти две прям на стеллажек и стоят здесь с орхидеями и когда солнышко они на солнышке пару часов а потом уже они догоняются освещением из-под ламп вот эти две все остальные стоят на подоконнике на южной стороне в общем все у нас прошу пошел уже рост тенденция в общем жду еще парочку хай приедут девочки покажу мальчики тоже в общем в общем все отлично я рада этим своим небольшим достижением мне интересно какой формы будет этот листик все жалуются что бывают какие-то покрученные знаете все таки просто интересно как на мои условия ходят реагирует но вижу в серединке уже вот будет красота ну посмотрим посмотрим такие вот дела друзья мы всех обнимаю всем мирного неба всего самого наилучшего слушайте ну лиска вообще тут под листиком еще вот одна веточка идет то есть две точки роста все нормально будет хороший кустик я за нее очень переживала такие красопеды пока пока друзья мои всем всего самого наилучшего здоровья вам вашим растениям мирного неба будьте счастливы